Ну сейчас, ладно, вижу уже. Добрый день. Ты только заранее пиши, так, не звони больше. То меня нету, то что... Я отвечу тогда. Я сразу скажу, что можно звонить или нет. А раз ответа нет, значит, меня нету. Так, слушай, говори. Да, хотел написать. Ну, мне сказали с вами... Александру Борцову я звонил сначала. Но? По поводу нарушения поста. Нарушение поста. А какое нарушение? Я вчера в обед... Готовое пюре в баночках продаётся в магазине. А с чем? Что там в баночке-то? Что-то заглохло. В баночке-то что там? Картофельная... Ну, ничего не тянет. Не тянет. Просто не... Он съел картофельную кашу, которая продаётся в магазине. Ну, и уже в магазине ты берёшь картофельную. Там всякой гадости наталкиваешь, чтобы она не пропавдала. Чё ты берёшь, чё попало-то? Ну, и не знаю, чё там есть. Да как же ты так? Такие деньги у тебя большие-то. Ну, это в обед брали. Она недорого стоит. Ну, сколько она недорого? Дома-то картошка дешевле. Нет, а чё там у тебя? Чё-то там молочное было, что ли, или чё? Там потом в инструкции написал, вместе с этими добавками, там ещё яичный белок добавили. Ну, понятно, не годится. А чё ты забыл, что пост, или чё? Или ожадовал так? Я не забыл, что пост. А почему я... Вот это пюре быстрого приготовления. Водой просто его заливаешь, и можно кушать. Ну, а тогда вопрос о чём? Ты завтра будешь делать и послезавтра? Чё это ради-то? Нет, я... Я... Нет, это вот вчера я... Ну, ты умышленно, умышленно сделал. Несоблюдающий пост на два года отлучается от церкви. Так, слушай внимательно, Павел. Ты начинаешь уже за бортом разговаривать. Человек православный, если он не постится, каноны есть. Правило апостольское 69-е. Отлучает на два года от церкви. Я читал. Ну, не надо, раз считал. Чё ты умышленно-то? Ну, я не знаю даже. Ещё надо отвечать-то тебе. Ты сам избрал этот путь. Оголодал. Надо же. Не просто. У нас ребёнок. Родится маленький, у матери было. Ребёнок, ты меня не слышишь или чё? Почему перебиваешь-то? Слушай. Ребёнка от груди отсаживают, и после этого он опостится, уже пост не нарушается. Ну, ты же большой уже. Я ещё на это могу сказать. Ты съел. Ты съел, выбросился. Я не знаю, как это. Я вот был в армии, и в тюрьме, в лагере, и старался никогда не нарушать. Я ж такой же человек, как ты. Да взял кусок хлеба с водой, с чаем там, или чё там, купи. Мёду там, или чё добавь. Варенье. Чё ты так жадишьишь-то? Консервы какие-то. Консервы рассчитаны на то, что будет война, ничего не будет. Это НЗ называется. Неприкосновенный запас. Там всякой соусы добавляют, эксценсии, чтобы оно не пропадало. Обыкновенная такая, что вот у меня на столе стоит, уже к вечеру негодная бывает в жаркое время. Ну, вот так. А мне-то звонишь, что хочешь сказать? Чтобы сказал, что ешь дальше, или что? Что хотел-то от меня? Ну, вот и всё. Нет у тебя вопросов.